Добрый, внимательный, чуткий. Эти эпитеты для хирурга не самые главные. Но о Викторе Андреевиче Кривуле всегда начинают свой рассказ с его коллеги и пациента именно так. Что называется, заслужил он и внимание, и любовь. Утренняя планюрка в городской больнице, поэтому началась со слов признания и благодарности. 42 года отработал на одном месте в городе Анапе. До этого он работал на Дальнем Востоке, в Донецкой Республике. Не всю свою трудовую деятельность посвятил не только лечению, но, я так понимаю, спасению людей. Виктор Андреевич, будучи главным врачом, никогда не упускал любую возможность, чтобы отметить медицинских работников, почествовать их, поддержать. Он точно знает, что главное – это люди, их таланты и способности. И вот сегодня такой день, когда есть повод обнять этого прекрасного хирурга, руководителя и человека и сказать ему слова благодарности. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков сделал это от имени всех анапчан. Я хочу вам пожелать здоровья, Виктор Андреевич, поработать еще на благо Анапы. Еще тружусь. Я знаю, что вы тружусь. Поработать. Еще пока не отпускаете. Вы делаете хорошее, полезное дело, вы даете здоровье людям. Пусть вас Бог благословит и даст вам долгих лет жизни. Все, что хотел сказать о жизни и профессии Виктора Андреевича, он сказал в своей книге. На чувство гордости, запричастных к судьбе здравоохранения города, он имеет полное право. Принял больницу на 330 коек, а довел ее до 670. Значит, там все написано. Городильный дом, инфекционный корпус, пищеблок, терапевтический корпус. Значит, настройка второго этажа на старым инфекционным корпусом. Это все мое. 55 лет назад он, выпускник медицинского университета, мог бы остаться в Донецкой области, но, как и положено было, поехал по распределению в далекий Шимановско-Мурской области. Три года он не просто практиковал и оперировал, а руководил железнодорожной больницей. О нем писали в местной газете. Его уважали за главное качество характера, чуткое отношение к людям и профессионализм. Потом он работал на Украине, в родном Харциске и однажды, отдыхая в Анапе, получил приглашение на работу главным врачом горбольницы. Крывуля изменила ее облик и до сих пор работает в хирургии. И по-прежнему любим и уважаем за необыкновенную доброту и щедрость души.